Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем Тираннозавра Рекса. Делается сложновато. Вот такие зубы. Это у нас формат А1. Склеил 4 листа форматом. И скотчем. Скотч видно только в этом месте. Как видите, можно сделать из формата А3. Но тогда пропадает вся его красота. Получается непонятно что. Нет вот этих зубов нормальных. Можно сказать, потерянное время. И нет такого красоты, как в большом формате. Это у нас формат А1. А это формат у нас А3. Соответственно, вот такой маленький. Получается не очень хороший. Для начала я возьму лист формата А3. Покажу, как на нем скотч располагать. Вот у нас скотч. Так как у меня большой лист, он не помещается в камеру. Я буду делать параллельно еще одну модель. И потом ее в камеру поставлю. Итак, давайте начнем. Склеиваем лист с помощью обычного скотча. Скотч располагаем вертикально и горизонтально. А с другой стороны у нас только стык. Скотч с этой стороны и с этой стороны. Этот угол закладываем на этот угол. Проглаживаем. Этот угол закладываем на этот угол. Проглаживаем. Вот это у нас центр. Этот угол закладываем к этой точке. Проглаживаем. Вот этот угол закладываем к этой точке. этот угол закладываем к этой точке и у нас скотч должен расположиться обязательно здесь и стык вот здесь будет стык и тогда у нас будет моделька как у меня не попадет скотч не будет его видно разгибаем это у нас линия загиба 2 3 переворачиваем лист на другую сторону вот эти линии загиба мы проглаживаем проглаживаю я обычным пинцетом для того чтобы эти линии складки не помешали нам загнуть на другую сторону чтобы было более аккуратно и ровненько получилась линия загиба если так не делать то тогда вот это будет мешать загибать загибаем в обратную сторону и последний уголок вот такая заготовочка у нас получается здесь у нас скотч раскрываем вот у нас линия загиба с другой стороны вот эту линию прогладим пинцетом и вот этот угол закладываем на этот угол проглаживаем вот эту линию закладываем на вот эту линию следим чтобы бумага не соскакивала не морщилась проглаживаем раскрываем переворачиваем на другую сторону вот эту линию закладываем на эту линию с другой стороны с другой стороны проведем линию загиба вот это у нас по центру будет линия загиба вот эту линию закладываем на вот эту линию смотрим чтобы бумага не сбивалась проглаживаем здесь у нас скотч попадает ничего страшного раскрываем переворачиваем на другую сторону убираем здесь складочки это наша линия сгиба с другой стороны вот эту линию закладываем на эту линию вот эту линию закладываем на вот эту линию следим чтобы бумага не сходила была на месте и проглаживаем только до вот этой линии вот наша линия сгиба переворачиваем на другую сторону убираем складочку и то же самое вот эту линию на вот эту линию загибаем в другую сторону вот эту линию загибаем на вот эту линию вот эту линию загибаем на вот эту линию и опять же проглаживаем не до конца а вот до вот этой линии вот наша еще одна линия сгиба теперь на другую сторону переворачиваем делаем то же самое вот эту линию закладываем на эту линию вот эту линию вот эту линию закладываем на эту линию вот эту линию закладываем на эту линию проглаживаем вот это расстояние переворачиваем на другую сторону вот эту линию на эту линию проведем от этой точки до этой точки проведем линию сгиба и загибаем получается у нас вот эта линия ложится на эту линию проглаживаем переворачиваем на другую сторону и точно так же эту линию на эту линию уберем складочку проглаживаем проглаживаем проводим линию теперь то же самое вот сюда закладываем получается вот эта линия на вот эту линию проглаживаем переворачиваем на другую сторону убираем складочку вот эту линию на вот эту линию закладываем здесь делаем здесь делаем для этого мы вот эту линию закладываем на эту линию проглаживаем проглаживаем вот наша линия сгиба переворачиваем на другую сторону убираем складочку точно так же эту линию на эту линию точно так же эту линию на эту линию у нас получается еще одна линия сгиба вот наша линия вот эту линию закладываем на вот эту линию проглаживаем проглаживаем и раскрываем вот эта наша линия сгиба переворачиваем на другую сторону точно так же эту линию на вот эту линию проглашиваем вот это наша линия сгиба раскрываем нашу заготовочку таким образом переворачиваем на другую сторону и теперь у нас вот эта линия загиба центральная сгиба и вот эту линию закладываем на эту линию проглаживаем проглаживаем раскрываем проведем линию сгиба и теперь раскрываем убираем складочку эту и вот эту линию закладываем на вот эту линию в обратную сторону проведем линию и то же самое делаем с этой частью вот эту линию закладываем на эту линию раскрываем проведем линию вот эту линию закладываем на эту линию выгибаем в другую сторону проведем линию проведем линию все наши линии загнуты прорисованы и теперь сформируем фигуру заготовочки вот по этой линии треугольничек разгибаем вот эту линию будем прижимать прижимаем прижимаем и потихонечку сгибаем вот это наружная линия вот это наружная линия так теперь следующая идет у нас вот вот таким образом вот это линия наружная и вот мы ее здесь направляем наружной с другой стороны то же самое вот наша линия наружная вот мы ее и направляем вот это следующая внутренняя идет то же самое здесь вот она у нас внутренняя одна другая следующий треугольничек вот эти выравниваем у нас линии все загнуты поэтому ложится все в нужном направлении только необходимо подравнивать так вот эта линия у нас идет внутренняя следующая вот она у нас внутренняя и вот эта наружная идет подравняем прижимаем и разглаживаем получается такая заготовочка все по нашим линиям загнулась берем большего формата заготовку вот это у нас формата 1 и теперь продолжим вот этот угол закладываем на этот угол берем вот эту линию закладываем на эту линию все линии в этой заготовке прорисованы точно так же как мы делали в начале на более маленьком листе поэтому все то же самое отгибаем линия сгиба складываем и теперь в обратную сторону уберем складочку в обратную сторону проглаживаем прорисуем раскрываем и прижимаем подравним чтобы вот эта линия была на одной линии прямой проглаживаем по этой линии складываем возвращаем и то же самое делаем с этой стороны вот эту линию на эту линию тут у нас скотч так и должно быть проглаживаем проведем линию на другую сторону на другую сторону убираем складочку на эту линию на эту линию проглаживаем точно так же раскрываем следим чтобы вот эта линия была на одной линии следим чтобы вот эта линия была проглаживаем проглаживаем закрываем обратно и возвращаем уголочек по вот этой линии складываем пополам вот эту линию вот здесь у нас линия сгиба наведем наведем ее вот эту линию закладываем на эту линию проверяем чтобы бумага не съезжала проглаживаем проведем линию переворачиваем на другую сторону делаем то же самое вот эту линию закладываем на вот эту линию уберем складочку ну вот 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 Проведем линию. Раскрываем нашу заготовку, и вот эти наши линии загиба, вот они, они будут у нас все наружными линиями, навел я все линии, вот эти, и они у нас сейчас будут все наружными линиями, для этого мы раскрываем. Вот так вот растягиваем, и теперь делаем их наружными линиями, вот это внутренняя. Наружная линия. Следующая. Вот поэтому мы по два раза здесь проглаживали, поэтому легче загибать. Бумага ложится нормально. Вот так, потихонечку. Сейчас мы вывернем. И все будет отлично. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 Навёл линии загиба, вот они получается, все навёл, и они у нас будут тоже наружными. Для этого мы здесь держим, а здесь раскрываем и выворачиваем потихонечку. Выворачиваем дальше. Прижимаем. Прижимаем. Ещё выворачиваем. Прижимаем. Прижимаем. И ещё одну выворачиваем, последнюю. Прижимаем. Прижимаем. Так, это у нас получается вниз смотрит. Подровняем. Здесь у нас вот эти должны быть вот таким образом, одинаково быть, вот эти ушки. Прижимаем бумагу хорошо, чтобы она стала на место, все складочки. Прижимаем. 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 Вот такая заготовочка получается. Вот такая необычная. Отгибаем треугольничек. Так, берём один край и вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Разгибаем. Убираем складочку. Эту линию закладываем на эту линию, в обратную сторону. Прорисуем. Прорисуем. То же самое делаем с остальными складками. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Прорисуем. Убираем складочку. Прорисуем. И вот так, сделаем эту линию. Прорисуем. Следующее. Проведем линию. И последнее. Продолжение следует. И вот эти все края бумаги надо убрать вовнутрь. Для этого мы берем, раскрываем, держим снизу. Вот таким образом. И толкаем бумагу вовнутрь. Интересная моделька, выворачиваний бумаги очень много. Вот таким образом получилось. Следующее. Придерживаем. И толкаем вниз. Следующее. Толкаем. И последний. Край бумаги убираем. Вот такая заготовочка получается. Вот эту линию закладываем на вот эту линию. Раскрываем бумагу. Вот эта наша линия сгиба. И от этой точки до этой точки у нас получается наружная линия сгиба. Раскрываем. И здесь прижимаем. Проглаживаем. И загибаем. Здесь получается еще одна линия сгиба. И то же самое делаем с этим, с этим, с этим, с этим краями. Раскрываем. Вот у нас получается три таких кончика с другой стороны. Делаем то же самое. Вот эту линию закладываем на эту. Проглаживаем. Проглаживаем. И последний. Вот такие получились треугольнички. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Проглаживаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. 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 прорисуем и вот нас интересует на пересечении вот этой линии и вот этой получается точка от этой точки до этого угла проведем линию сгиба складываем вот таким образом получается вот этой линии отгибаем обратно вот здесь закладываем на эту линию это мы формируем передние лапы у тираннозавра рекса но они у него дистрофические получается они у него не сформировались в процессе эволюции и торчат как два отростка они ему никак не помогают не двигаться никак просто висят они даже бывают иногда разной формы вот эту линию закладываем на эту линию заглаживаем а вот эту линию закладываем на вот эту линию закладываем на вот эту линию с другой стороны делаем то же самое эту линию на эту линию вот эту линию на эту линию вот эту линию на вот эту линию проглаживаем на пересечении вот этих линиях у нас есть точка от этой точки до этого угла проведем линию сгиба сгибаем сгибаем вот такой треугольничек по вот этой линии сгибаем обратно здесь делаем параллельную линию вот эту линию закладываем на эту линию вот эту линию на вот эту линию прижимаем в одну сторону в другую вот еще одна лапка готова раскрываем нашу заготовочку сверху и вот так вот раскрываем ее от этого уголка до этого уголка проведем линию сгиба складываем и нам нужно проверять чтобы вот этот уголок был по центру обязательно подгонять проглаживаем проглаживаем то же самое делаем со следующим проглаживаем его нарисуем сначала линию сгиба здесь видно что здесь немножко не совпадает но мы делаем среднее подравниваем подравниваем и проверяем чтобы линия была по центру проглаживаем к тому же формируем голову тираннозавру и последнее проверяем проверяем по центру все прижимаем получается вот такая заготовочка вот это расстояние делим пополам у нас получается приблизительно 52 пополам 26 с другой стороны получается 1 2 и теперь вот это расстояние делим на 5 частей приблизительно получается по 5 миллиметров и с другой стороны нас интересуют вот эти первые 5 миллиметров вот мы берем их проводим линию и теперь вот эту линию закладываем на вот эту линию проглаживаем вот таким образом то же самое делаем здесь вот это расстояние делим точно так же на 2 с другой стороны и теперь делим вот это расстояние на 5 частей и нас интересует вот этот точечка вот это и вот эта точечка здесь надо точно вымерять потому что от этого зависит голова тираннозавра и полностью внешний вид вот эту линию закладываем вот эту линию проглаживаем вот такая получается заготовочка переворачиваем на другую сторону нас интересует вот эта линия и вот это расстояние мы делим на 3 части в нашем случае это 3 сантиметра на 3 получается по сантиметру с одной стороны и с другой стороны нас интересует вот эта точка проведем линию и теперь получается мы в этом месте сгибаем а по этой линии возвращаем проглаживаем вот у нас получилось здесь тоже надо точно все отмерять это будет нижняя челюсть вот такая заготовочка у нас теперь нам надо сформировать зубы берем приблизительно проводим по вот этой линии линию и здесь продлеваем по вот этой линии и теперь закладываем вот этот уголок на вот эту точку получается мы его выдвигаем высовываем и чтобы он у нас пересекался с вот этой линией есть прижимаем следующий вот наша линия под этой линии следующий уголок достаем чтобы он у нас касался вот этой линии достаем прижимаем готовы вот этот достаем приблизительно чтобы было как предыдущие получается у нас совпадает вот эта линия вытаскиваем проглаживаем готово то же самое делаем с этой стороны продлеваем линию достаем треугольничек по вот этой линии прижимаем в принципе ничего сложного немножко поаккуратнее надо следующее 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 готов прижимаем прижимаем и теперь первый достаем достаются в принципе они легко прижимаем вот такая заготовочка получается вот это наша линия сгиба будет отступаем вот это расстояние сюда у нас было 5 миллиметров 5 миллиметров и то же самое откладываем сюда 5 миллиметров можно чуть-чуть больше от этой точки до этой точки проводим линию сгиба от этой точки до этой точки точно так же загибаем и вот здесь у нас будет наружная линия загибаем и здесь загибаем складываем толкаем вперед вот таким образом будет заскакивать этот треугольничек в данном случае все правильно вот так вот должно быть переворачиваем на другую сторону проводим здесь линию и от этой линии отступаем 15 миллиметров это получается вот это расстояние умножить на 3 и получается 15 с другой стороны нас интересует последняя точка это будет линия сгиба у нас по вот этой линии сгибаем сгибаем прижимаем вот таким образом прижимаем вырисовывается голова тираннозавра вот таким образом складываем это у нас самая сложная часть видео в этом тираннозавре поэтому здесь потихоньку не спеша выполняем все действия вот таким образом должно получиться теперь будем формировать зубы тираннозавру достаточно сложновато задание потихоньку все сделаем получится для этого берем первый треугольничек наш раскрываем его посередине и загибаем кстати у нас тут должно получиться расстояние где-то 4 сантиметра чуть больше продолжаем раскрываем и выталкиваем вот таким образом вперед и формируем зубы вот первый зуб готов прижимаем хорошо прижимаем бумагу следующий берем треугольник раскрываем его посередине и толкаем вперед формируем формируем один зуб один второй прижимаем и последний раскрываем посередине и точно так же выталкиваем его вперед формируем формируем шутит измельчаем И прижимаем. Вот получается три зуба. То же самое делаем с другой стороны. Переворачиваем на другую сторону. И точно так же раскрываем первый зуб. Всего тут у тираннозавра шесть зубов. Но за счет того, что мы их размещаем через один. Далее будет понятнее. Их кажется гораздо больше. Прижимаем. Сто процентов сразу на место зуб не становится. Его потом еще подправим, подровняем. Чтобы было красиво. И последний. Раскрываем. Достаем. Достаем. Нам немного мешает вот эта челюсть. Поэтому мы ее раскрываем. И приблизительно сейчас уже на место поставим. Она у нас должна находиться вот этой линии проходить. Получается где-то вот таким образом. Таким образом должна быть челюсть. Прижимаем. Вот это наша линия сгиба получается. Это пока приблизительно. Потом еще можно будет подредактировать. Другая линия сгиба. Теперь выворачиваем этот треугольничек наружу. Это просто пока нам мешает этот треугольник. Он упирается в эту часть. Вот таким образом. Подровняем немножко зубы. Тираннозавру. Теперь немножко раскроем обратно треугольничек. Пусть пока будет повернут. Таким образом. Так. Проверяем. Готово. Тут нам будет мешать немножко вот эта линия. Вот ее надо загнуть, чтобы она нам не мешала. Вот это край бумаги нам будет мешать. И поэтому мы его сейчас загнем. По возможности побольше. Все равно внутри этого вида ничего не будет этого. Поэтому загибаем приблизительно. С другой стороны тоже самое. По этой линии. Убираем. Убираем. Загибаем вовнутрь. Это для того, чтобы, когда мы зубы поставим на место челюсть, чтобы вот эта часть бумаги Дисны не торчала. Ну, я так называю Дисна. Чтобы не выступали. Вот, получается, у нас здесь все идеально. Ничего не торчит. Все красивенько. То же самое здесь. Благодаря тому, что мы это убираем и прячем вовнутрь. Так как нам это не надо. Так. Проверяем зубы. Есть. С другой стороны проверяем. Есть. Поставим на место один. Выскакивает все время. Ну, в целом есть. Теперь еще одна кропотливая работа. Нам необходимо вот этот треугольничек загнуть его в другую сторону. По вот этой линии загиба. Линии сгиба. Загибаем. Это для того, чтобы зубы не выпадали. Стояли нормально. Этот треугольничек зафиксирует его с одной стороны. То же самое с другим зубом делаем. Вот мы его ставим. Прижимаем. И теперь вот этот треугольничек. И теперь вот этот треугольничек. Загибаем его вовнутрь. Получается его вот таким образом. Просто перевернули. И все. И он фиксирует зуб. И он уже никуда не денется. То же самое с другой стороны. Вот наша складка бумаги. Мы ее загибаем вовнутрь. Готово. Вот получается все уходит вовнутрь. Следующая. И последняя на этом зубе. Две складочки. Вот она получается. Линия сгиба здесь. И мы ее убираем. Закладываем вовнутрь. Вот таким образом. Прижимаем. Эта складочка у нас заложена уже. Потом если необходимо будет мы еще ее толкнем. Так вот. Три зуба у нас зафиксировано. Уже выпадать не будут. То же самое делаем с другой стороны. Вот эти складочки. Они у нас и мешают. И некрасиво. А здесь когда мы их убрали. Они уже не торчат. Раскрываем. Вот эту складку мы не трогаем. А вот эту. Упираем вовнутрь. Загибаем. Прижимаем хорошо. Следующая. На первом зубе одна. На втором две. На третьем тоже одна. А вторая. Как десна. Которую мы потом еще можем подправить. Загибаем. Прижимаем хорошо. Следующая. По вот этой линии сгиба. Опять. Загибаем. Специально показываю весь процесс. Что если кто-то не поймет. Как делать какой-то зуб. То в процессе. Если этот момент посмотрит до конца. Все равно. Разберется. Где какая складочка. Тут ничего сложного нет. Всего. Три зуба с одной стороны. Три с другой. Разобраться с ними можно. И последняя складочка. Загибаем. Прижимаем. Прижимаем. Вот у нас получается. Кому нравится. Можно такие зубы оставить. Тоже симпатично смотрится. Но мы будем делать. Чуть по другому. Получается у нас. Будет линия сгиба посередине. Зуба. Будем его сгибать. Сгибаем. Следующий зуб. Сгибаем. Посередине. Сгибаем. Сгибаем. И еще один. Сгибаем. Тоже самое делаем с другой стороны. Посередине сгибаем. Сгибаем. Тут на один зуб скотч попадает. Ничего страшного. Чуть-чуть будет видно. Это не столь важно. Все равно будет красиво. Чуть-чуть закручиваем зуб. Таким образом. чтобы он держал форму этот уголок нам клей не нужен ничего нам такого не надо по чуть-чуть закручиваем если необходимо еще прижимаем больше следующее зубы как у щуки получается таким образом немножко подкручиваем и тогда они держат объем и кажутся тоненькими то же самое делаем с другой стороны закручиваем их закручиваем вот получается вот такие зубы то же самое как и здесь все то же самое сформируем нижнюю челюсть линию у нас уже все сделаны правильно поэтому еще раз проверим как она у нас будет торчать получается она у нас вот здесь на вот этой линии вот эти бумагу мы расправим сначала мы вывернем выворачиваем расправляем потихоньку бумагу расправляем торопиться здесь не надо здесь надо потихонечку медленно все получится ничего такого сверх сложного нету прижимаем вот такая челюсть получается здесь уже делаем приблизительно потому что здесь как бы ничего такого сложного нету для этого мы чуть-чуть загибаем уголочек уберем его вовнутрь здесь мы сделаем чуть-чуть уже челюсть приблизительно по этой линии загибаем проглаживаем так расстояние короткое немножко увеличим годится проведем линию и этот треугольничек убираем вовнутрь раскрываем тихонечко толкаем челюсть уже красивее челюсть уже красивее загибаем бумагу вот таким образом здесь тоже все приблизительно загибаем с одной стороны то же самое с другой стороны даже если что-то не так у вас получится можно всегда немножко подредактировать подправить разобрать подправить это место потому что оно здесь ничего сложного нет кому как больше нравится чтобы визуально схожесть была так готово прижимаем здесь сделаем еще такой сгиб небольшой чтобы лучше челюсть держалась нижняя вот таким образом объемчик держала с другой стороны точно так же прижимаем вот такая челюсть тут чуть меньше тут чуть больше можно треугольничек глубже засунуть плюс челюсть еще почти почти идеально сформируем задние ноги для этого нас интересует вот эта точка и вот этот уголочек мы сгибаем получается и по вот этой линии проводим здесь линию прямую по вот этой линии и теперь от этой точки придерживаем раскрываем по вот этой линии вот эту на эту линию закладываем вот так вот получается раскрываем вот эта линия ложится на вот эту линию раскрываем прижимаем и придерживаем здесь раскрываем как вот позволяет нам вот эта бумага растягиваем прижимаем 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 вот эту линию закладываем на эту линию то же самое делаем с другой стороны ориентируемся ориентируемся по этой точке раскрываем вот эту линию вот эту линию прижимаем вот таким образом вот эту линию закладываем на эту линию прижимаем прижимаем вот эту линию вот эту линию закладываем на эту линию прижимаем прижимаем отгибаем отгибаем треугольничек и вот этот переворачиваем на другую сторону прижимаем 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 вот такая нога берем здесь три края бумаги с одной стороны три а с другой стороны две и загибаем будем загибать от этой точки у нас будет линия загиба линия сгиба выворачиваем и получается у нас на вот этой линии нога прижимаем 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 то же самое делаем с другой стороны отгибаем треугольничек переворачиваем на другую сторону прижимаем от этой точки три края бумаги берем выворачиваем и делаем симметрично прижимаем вот эту линию закладываем на эту линию проглаживаем 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 такая заготовочка вот эту линию возвращаем обратно наверх проглаживаем проглаживаем здесь раскрываем немножко и подтягиваем и получается вот такая заготовочка складочка вот таким образом то же самое делаем с другой стороны так вот и Проглаживаем. И точно так же делаем складочку. Вот такая же складочка получается. Всё симметрично. Теперь от этой точки до вот этой делаем линию сгиба. Прижимаем. С другой стороны то же самое. От этой точки до вот этой. Проведём линию сгиба. Прогнём с помощью линеечки. Прижимаем. Прижимаем. Раскрываем ногу. И будем ориентироваться от этого угла до этого угла. Проведём линию. Это будет точка, докуда разгибать вот этот треугольничек. Выворачиваем. И вот получается у нас вот такой треугольничек. И мы его чуть-чуть вот здесь в расстоянии сделаем. Здесь на глаз приблизительно. Плюс-минус. Прижимаем. То же самое сделаем с другой стороны. Раскрываем. Поставим точечку. И до сюда будет у нас выворачиваться уголочек. И делаем симметрично ножки. Порежимаем. Порежимаем. Вот это расстояние делим пополам на два. И можно чуть-чуть выше. Это будут у нас лапки. Раскрываем. Сделаем давайте линию загиба. Ну, приблизительно вот такая ножка. Вот как у нас здесь. Нарисуем линию. Разворачиваем. Выворачиваем. Готово. То же самое делаем с другой стороны. Выворачиваем. и Раскрываем. Раскрываем, выворачиваем, прижимаем, подравниваем, чтобы было симметрично. Сформируем передние лапы, так как они дистрофические, у тиранозара они развитые, поэтому мы их делаем маленькими. Для этого мы раскрываем в этом месте. Прижимаем, складываем, вот эту линию закладываем на эту линию. И ориентируемся, чтобы у нас сложилось вот таким образом, нас интересует вот эта точечка. Вот мы по ней будем ориентироваться. Вот таким образом закладываем, прижимаем. То же самое делаем с другой стороны. Раскрываем треугольничек. Ориентируемся по вот этой точке. Эту линию закладываем на эту линию. Прикладываем и прижимаем. Следим, чтобы все у нас здесь было симметрично. Готово. По вот этой линии ориентируемся. Это у нас будет линия загиба одна. Загибаем. Будет линия загиба вторая. Загибаем в другую сторону. Вот таким образом. Вот таким образом. То же самое сделаем с другой стороны. Далее будет понятнее, как мы их прикрепим. Загибаем. Возвращаем. Отгибаем. Теперь ориентируемся от этой точки. Сформируем шею. Проводим линию. Вот здесь у нас должно быть 90 градусов. С одной стороны. Перенесем точечку на другую сторону. По этой линии сгибаем. То же самое делаем с другой стороны. И теперь от этой точки приблизительно до сюда. Здесь уже роли не играет. Приблизительно. Делаем еще одну линию. С другой стороны тоже самое. Переносим. Получается в этом месте тоже немножко загнем. С другой стороны. И теперь раскрываем. И голову тираннозавру загибаем. Вот таким образом. Дадим направление немножко линии побольше. Чтобы лучше ложилась бумага. НО 1 engraving Прижимаем в этом месте. Сформируем еще глазницы, для этого мы ориентируемся от этой точки, проводим линию, тут у нас должно быть 90 градусов, отгибаем по этой линии. Здесь мы немножко ниже берем, загибаем. То же самое делаем с другой стороны. Загибаем. Чуть-чуть ниже, чтобы череп сформировать. Подкручиваем. В этом месте нам надо согнуть, это будут у нас ноздри у тираннозавра. Загибаем. В одну сторону, в другую сторону. Вот такие ноздри. Закладываем вот эти ручки, его закладываем под эту складочку. Она нам помогает зафиксировать. Держится. То же самое с другой стороны. Загибаем. И теперь еще раз раскрываем их. Вот наша линия сгиба. Раскрываем сверху. Выворачиваем. То же самое делаем с другой стороны. И здесь уже раз вяжем. Выворачиваем. Сгибаем. Можно сделать их, чтобы они были более симметричны. Раскрываем. Мы раскрываем. И немножко закруглим кончики Чуть-чуть И с другой стороны Передние лапки готовы Здесь можно немножко добавить объема Таким образом загнув Таким образом Немножко добавим объема и здесь А с другой стороны То же самое Здесь можно подклеить клеем В этом месте В этом месте Чтобы голова была более фиксирована Ну и так оно в принципе все держится Вот и получились у нас Два Тираннозарва Рекса Спасибо большое за внимание Если вам понравилось видео Ставьте лайк С вами был Жигулев Алексей До скорой встречи Пока В следующем видео сделаем вот такую саранчу Интересная моделька Делается несложно Но некоторые лапки Тяжеловато загибать До скорой встречи До скорой встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому